Миссионер Сергей Комаров Миссионер Сергей Комаров Петр, еще совсем недавно отрекшийся от Христа, но уже покаявшийся и возрожденный благодатью Пятидесятницы, предстает перед нами как великий чудотворец. Вспоминаются слова Христовые «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сил сотворит». Обратим внимание, что про расслабленного Энея не сказано, был ли он христианином. Скорее всего, что нет. Писание обычно оговаривает такие важные моменты. Например, в случае с Тавифой замечается, что она ученица. А здесь не упоминается даже, была ли у Энея хоть какая-то вера в Иисуса. Иногда Господь исцеляет людей по вере, а иногда просто из сострадания страждущему человеку. Богу ни для кого не жалко благодати. Как часто мы, православные, забываем об этом и пытаемся монополизировать право на помощь Божию. Многие считают, что за пределами православия попечение Божие о людях заканчивается. Но Писание свидетельствует, что Дух дышит, где хочет, и что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Конечно, только в церкви человек получает спасение, обожение. Но существует миллиарды людей невоцерковленных, о которых Господь беспокоится так же, как и о нас. И даже, пожалуй, больше, ведь мы уже в стадии Его, а эти люди – овечки заблудившиеся. И за пределами церкви действует призывающая благодать Божья. И Бог ищет человека, а человек ищет Бога. Эней парализован. В его лице можно видеть изображение всего человечества, лежащего в духовном расслаблении, нуждающегося в спасителе. «Человека неимом», – сказал когда-то другой евангельски расслабленный, лежащий у овчьей купели. Не имел человека для спасения, да и не было его. А в буквальном смысле и не могло быть. Спасение людей – есть дело не людей, но Бога. Исцеление парализованного грехом человечества стало возможным лишь после того, как человеком стал Бог. Поэтому и звучат слова Петра. «Эней – исцеляет тебя Иисус Христос». Отныне времена неведения и духовного расслабления закончились. Пора встать, взять постель свою и идти в дом свой. То есть возвратиться в небесное Отечество, соединяя свои усилия с помощью Божией. Расслабленный неизвестной болезнью Эней похож на того парализованного человека, которого исцелил Христос в Капернауме. Как Спаситель сказал ему, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой», так и Петр говорит Энею, «Встань с постели твоей». А воскрешение Тавифы, например, имеет много общего с воскрешением дочери Иаира. Петр высылает всех вон, точно так же, как Иисус, и обращаются к умершей почти теми же словами. Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что если Петр говорил в момент воскрешения на арамейском, его слова отличались от Христовых только одной буквой. Спаситель сказал «Талифакуми», что значит «девочка, встань». А Петр произносит «Тавифакуми», «Тавифа, встань». Для чего мы замечаем такие, казалось бы, мелочи? Через них мы можем видеть точное исполнение слов Христовых, «Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Ближайший ученик Спасителя творит те же дела, причем похожим образом, и действительно больше творит. Из той же книги Деяний мы знаем, что даже тень апостола Петра исцеляла. Взглянем же на само чудо исцеления. Интересно, что апостол Петр побуждает Энея к неким действиям, просит его приложить усилия, встать. Ему говорится «Встань с постели твоей». Мы видим, что Бог спасает нас не без нас. Спасение и исцеление души и тела есть процесс синергийный. Нужна помощь Божия, соединенная с усилием человека. «Встань», — говорит каждому из нас, — Христос, чтобы и мы поучаствовали в таинстве нашего спасения. Как часто мы просим у Бога исцеления без ясного понимания того, что и нам ведь необходимо как-то поменяться, совершить какое-то усилие? Или же просим здоровья только для того, чтобы продолжать жить по своей воле? А ведь исцеление должно сопровождаться покаянием, духовно-нравственным изменением человека. Исцелению тела должно соответствовать выздоровление души, и об этом также следует молиться и заботиться. Никогда не исцелится до конца, например, наркоман, не найдет помощи алкоголик, если они не разберутся со смыслом своей жизни. Без такого изменения души избавление от недуга не придет. Ведь человек не знает, как и зачем жить. Нередко подлинные причины заболевания лежат в духовной сфере. Святитель Василий Великий пишет «Немалая опасность впасть умом в ложную мысль, будто бы всякая болезнь требует врачебных пособий, потому что не все недуги происходят естественно и случаются с нами или от неправильного образа жизни, или от других каких-либо вещественных начал. В каких случаях, как видим, иногда бывает полезно врачебное искусство. Но часто болезни являются наказанием за грехи, налагаемым на нас, чтобы побудить к обращению». Увы, мы иногда не понимаем этого. Особенно в этом отношении показательны случаи, когда люди ездят по монастырям, например, в поисках отчиток от беснования. Спрос рождает и предложение. Появляются экзорцисты, новоявленные заклинатели бесов. Все это уже воспринимается как норма. Хотя массовые сеансы бесогонства вообще не свойственны православной церкви. Это продукт западного христианства. Позднее, с проникновением католического влияния, эти практики получили распространение и в России. А ведь, например, в знаменитой своими старцами Оптиной пустыне никогда не было никаких отчиток. Почему? Настоятель Оптинского подворья, архимандрит Мелхиседек Артюхин, пояснил однажды. В тяжелых духовных случаях Оптинские старцы советовали исповедь подробную с детства, с оборвания и причастия. Такова традиция. Новации ищут те, у кого нет желания укорениться в традиции. Но есть желание всего и сразу, без борьбы с самим собой. Бесплодная практика. Исцеление – процесс, а не фокус. Вот этот процесс – пост, молитва, покаяние, труд во славу Божию на послушании в монастыре, борьба со страстями – для нас очень неудобен. Хочется быстрых результатов сразу здесь и сейчас. А ведь для исцеления серьезных духовных болезней нужен медленный и долгий труд с помощью Божией. Подлинное исцеление человека состоит не в восстановлении на время его физического здоровья, а в изменении, поистине, приложении его восприятия болезни, страданий и самой смерти. Бог всегда стремится обратить зло в добро. Болезнь, сама по себе являющаяся злом, может принести добро человеку, который благодаря ей приобщается с страданием Христовым и воскресает для новой жизни. Известны случаи, когда болезнь заставляла человека изменить свою греховную жизнь и встать на путь покаяния, ведущий к Богу. Важный момент. Прикованному к постели Энею Петр возвещает «Исцеляет тебя Иисус Христос». Перед тем, как поднять умершую тавифу, он, преклонив колено, помолился. Итак, источник всякого чуда – Бог. И только Бог. Лишь Христос мог чудотворить, повелевая от себя. Апостолы же всегда молятся и просят Бога. Хорошо бы задуматься всякому человеку, ищущему исцеление от болезней, кто есть источник всякого исцеления жизни вообще. Задуматься перед тем, как ехать к старцам или в какой-то прославленный монастырь в поисках выздоровления. Необходимо проверить себя. Просил ли я самого Христа? Использовал ли я общепринятые церковные средства? Исповедь, причастие, соборование, пост, молитву. Как часто в монастыри приезжают за исцелением люди, которые не молятся, не почитают воскресного дня, не исповедуются, не причащаются, не читают Евангелие, хотят внешнего без внутреннего, забывая, что внешние есть следствие от внутреннего. Сегодняшний апостол доносит до нас теплоту пасхального огня, напоминая нам о чудесах, совершенных силою воскресшего Господа. Погреемся немного, нам предстоит еще дорога. Пятидесятница, Петров, Пост, Успение поведут нас далее по лестнице спасения, церковному богослужебному кругу. Пусть же светлая благодать Пасхи, веяние которой доносит сегодня нам книга деяний, освящает нам этот путь, который да поможет нам пройти до конца сам воскресший из мертвых. Пасха наша, радость наша и спасение наше. Христос Господь, сила Его воскресения, да укрепит нас на всех наших путях. До свидания, с вами был миссионер Сергей Комаров. До новых встреч. Христос воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok